Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как я и обещал, начинаем рубрику «Готовим на природе» и будем показывать вам, как мы коптим мясо, рыбу, птицу. Начинается тепло, и мы начинаем выходить на рыбалку и заодно готовить. Сегодня покажем вам, как мы готовим и коптим свинину. Взяли килограмм грудинки, пару кусочков лопаточной части, свинины, но теперь подготавливаем ее. Коптим мы не просто, что вложим куски мяса в коптильню и просто закоптим. Я предпочитаю мясо замариновать перед копчением, так как мне больше нравится его вкус. Для этого нам потребуется 5 зубчиков чеснока, смесь перцев, соль и приправа аджика. Аджика – это красный перец. Делаю надрезы, чтобы вставить в грудинку дольки чеснока. Закладываем в каждый надрез по несколько кусочков. За ночь мясо как раз напитается от чеснока. И будет очень интересный вкус. Вкус. Вот. Вот. Чесночок вложили в отверстие. Теперь посыпаю аджикой. Посыпаю перцем. перцем можно обильно. не помешает. Острота придает блюду дополнительный вкус. соли. Соли солю немного. Потому что я так больше мне на вкус нравится, когда оно не сильно соленое. и укладываем. И укладываем это все в кастрюлю. чтобы дать ему промариноваться, чтобы дать ему промариноваться. Обычно я ложу мариноваться где-то на ночь. ночь мы маринуем мясо, а уже на следующий день идем как раз на рыбалку, берем с собой коптильню и прокапчиваем уже замаринованное мясо в коптильне. А еще, друзья, одна фишка вот этого вот маринованного мясо, добавить еще к нему мелко нарезанный базилик. Точнее, не мелко нарезанный, а просто нарезать листики базилика и разложить их тоже среди кусочка. Базилик придает дополнительный запах, какую-то пикантность к блюду. Я вообще считаю, базилик хорошая трава для мяса. И даже немножко в опилке тоже добавлю листиков базилика. Даем теперь мясу промариноваться. Подготавливаем место для копчения, где будем разводить даже не огонь, а засыпем угли. Специально лопаткой прокопал ямку, чтобы жар не выдувало ветром, потому что погода ветреная, очень сильный ветер. И вот, друзья, как я показывал в своем обзоре про коптильню. Коптильня у меня вот спокойно залазит в рюкзак без проблем. Без проблем залазит в пакет. Примерно будет стоять на углях на кострище. Ну, пока буду подготавливать место, зажигать угли и закладывать мясо в коптильню. Это все будет вам показано. Заготавливаем место. Засыпаем угли. Сегодня всю ночь шел дождь, поэтому с дровами проблема. Все мокрое, все влажное, поэтому пришлось купить угли. Смотрите, как мы сделаем, что дальше. Сейчас будем зажигать. Вот зажгли угли, пусть они прогорают, а мы будем подготавливать мясо и закладывать в коптильню. Сейчас как раз увидите, сколько еще его влазит. Сегодня будем готовить на ольховых опилках щепа для копчения ольховая. Купили, хотел фруктовых деревьев купить, грушу или яблоню. Не оказалось, хотя для свинины ольха тоже очень хорошо подходит. Засыпаем опилки, равномерно их раскладываем. И еще один небольшой секрет. Пришлось покупать пиво. А пиво для чего нам увлажнить немножко опилки, чтобы они давали больше дыма. Больше дыма будет и больше прокупчено мясо. Раскладываем. Мясо я положил в пакет. Начинаем делать закладку. Сначала возьму, наверное, лопаточную часть. Вот как я и говорил, листики базилика тоже положу копилкам. Тоже дают аромат и запах мяса. После маринада какое мясо получилось. Возьми, Коля, крупный план. Вот, друзья, где-то спокойно залезло 2,5-3 килограмма мяса. Точнее, сала, свинины в эту коптильню. Вот, как видите. Все, сейчас будем закрывать и готовить. Друзья, балуемся чайком. Угли прогорели. Дали хороший жар. Теперь ставим коптильню. Но я ставлю ее поэтапно. То есть угли разогревают опилки. Опилки начинают дымить. Я периодично снимаю и даю немножко коптильни остывать. И потом опять ставлю на угли, чтобы мясо лучше приготовилось и лучше прокоптилось. Теперь ждем, когда пойдет дым из коптильни. Вот, друзья, прошло пару минут и пошел дым из коптильни. Ну, сейчас пусть простоит где-то минут десять на углях. Снимем, дадим остыть коптильни и потом поставим заново. Пока пусть коптится. Вот уже видно, что дым начинает выходить. Вот так вот коптится сало. Ну, где-то сало я копчу минут тридцать. Вполне хватает. Тридцать-тридцать пять минут. Но, опять же, надо в процессе открывать коптильню и смотреть, какой получился результат. Уже прошло около пятнадцати минут. Один раз мы уже коптильни дали немножко остыть и опять поставили на угли. Ну, в принципе, на углях можно и ставить коптильню и держать, пока не закоптится. А бывает, когда уже сильно хочется кушать, когда приезжаем на рыбалку и надо что-то быстрее приготовить. Когда готовим на открытом огне, тогда, конечно, коптильню бывает убираем каждые две-три минуты остывать. Опять ставим, вешаем на костер. То есть, там уже другие процессы, которые мы тоже в скором будущем покажем. Как коптить на открытом огне, как коптить на углях. Посмотрим, какие опилки лучше, на каких опилках лучше коптить рыбу, на каких опилках лучше коптить мясо. Например, на груши мне больше нравится коптить курицу, на ольхе мне нравится коптить сало, а на яблони мне нравится коптить рыбу. Ну и на ольхе тоже рыбу хорошо коптить. Тоже вкусный, красивый цвет получается. Такой процесс копчения у нас, горячего копчения. Я делал обзор по своей коптильне. Рекомендую, ребята, если нету хороших, больших магазинных коптилен, где-нибудь приобрести вот такую маленькую, небольшую коптильню. То есть всегда на рыбалке можно себя побаловать копченой пищей. Да и домой накоптить, принести домой тоже. Прошло 35 минут. Снимаем коптильню. И будем смотреть, что у нас получилось. Хорошо пахнет. Хорошо пахнет. Вот, смотрите, какая красота. Теперь дадим остынуть коптильне. Завернем все в газету и понесем домой. Мне уже нравится, когда оно уже остынет, станет холодным. Вот тогда уже будет насыщенный копченый вкус. Поэтому вот смотрите, что получилось. Ну а дома уже покажу вам это все на тарелке. Реально запах обалденный. Вкусно, очень вкусно пахнет. Вот такие вот кусочки. Хватило буквально 35 минут приготовиться. Мясо, сало. Ну теперь остывает, чтобы его переложить. Ну и пойдем пробовать его уже будем дома. Пришли, друзья, с речки. Хорошо, что идти от реки недалеко до дома. Где-то 800 метров. Даже пришли домой. Хоть на улице и холодно, и ветер. Но сало еще теплое. Посмотрите, какой красивый цвет, ароматный запах. Теперь главное, чтобы оно хорошо остыло. Потому что оно остывшее более вкусное. Друзья, можете повторить по моему рецепту. Гарантирую, что это очень вкусно. Чесночок тут так хорошо запекся, закоптился. Тоже от чеснока довольно такой приятный очень вкус. Аромат сала в соотношении с копченным вот этим ароматом. Приправы, острота, это очень вкусно. Так что рекомендую. Попробуйте, приготовьте. Очень вкусно. Спасибо за просмотр. Спасибо, что комментируете мои видео. Всех благ вам и вашим близким. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok